Приветствуйте, пожалуйста, своего ближнего и можете присаживаться. Аллилуйя! Злава Господу Иисусу Христу! Аминь! Рад вас всех видеть. А самое главное, Бог рад вас видеть на этом месте. Аминь! Скажи своему ближнему, я рад тебя видеть. И Бог рад тебя видеть. Аминь! Очень рад сегодня видеть Юрия Николаевича. Давно вас не было, поэтому я вас выделю. Слава Иисусу Христу, что вы пришли. Отдаю славу Богу. Аминь! Хорошо, возлюбленные братья и сестры, сейчас время слышать Слово Божье. Библия говорит, идя в Дом Божий, будь готов слышать Его Слово. Будь готов больше к слышанию. Аминь! Поэтому, как мы слышим Слово Божье? Нам необходимо слушать Слово Божье не вот этими физическими ушами. Скажи своему ближнему, слушай Господа не этими ушами. Слушай Господа ушами своего сердца. Аминь! Когда Иисус говорил ученикам, Он им говорил, что неужели ваши глаза до сих пор закрыты? Уши ваши закрыты, что вы не слышите, не видите? Если мы идем в Дом Божий, очень важно, чтобы наше сердце было настроено слушать Его. Аминь! Это очень важно. Вы знаете, мы как верующие люди, как христиане, должны искать Господа. Библия нас призывает искать Господа. Аминь! Я верю, что самое главное для каждого верующего человека на планете Земля, это иметь отношение с нашим Небесным Отцом. Иметь отношение с Его Сыном Иисусом. Иметь отношение с Духом Святым. Нет ничего важнее. Мы можем с вами познавать разные вещи. Мы можем стремиться искать деньги, искать благословения. Но намного важнее знать ту Личность, которая все сотворила и которая нас возлюбила. Аминь! Он наш Небесный Отец. Он нас очень сильно любит. Я убежден, что самая главная тема для каждого верующего человека – это Богопознание. Именно с этого началась моя христианская жизнь. И это, наверное, как бы это сказать, такое главное послание всего моего христианства. Я больше всего об этом думаю. И, наверное, я больше всего об этом говорю. Потому что не для человека ничего важнее, как познать Бога. Если человек не познает Бога, его можно научить каким-то правилам. Его можно научить заповедям. Его можно научить каким-то истинам. И он будет знать всего лишь навсего законы, но не будет знаком с Личностью, которая все это поручила. Для нас очень важно искать Господа. И Бог призывает нас через пророка Еремею, 29 глава, в 13-14 стихе. И если будете искать меня, то найдете меня. Бог желает, чтобы мы его искали. Аминь. Вы знаете, размышляя о Господе, ища Господа, познавая Господа, мы с вами обязательно познаем нечто. И то, что мы познаем, я хочу сегодня об этом говорить. Мы с вами обязательно познаем такую вещь, как страх Господень. Я верю, что это очень важно. Я верю, что познание Бога, оно неотделимо от страха Божьего, от страха Господнего. Я решил это сделать темой моего сегодняшнего послания. Страх Господень. Я верю, что это очень важно для каждого из нас. Я верю, что в жизни каждого христианина должен быть страх Господень. Я верю, что невозможно истинно знать Бога и при этом не иметь страха Божьего. Я не верю, что можно оказаться в Божьем присутствии, встретиться с Богом и при этом не ощущать, не испытывать страха Господнего. Возлюбленные братья и сестры, каждый раз, когда я оказывался в Божьем присутствии, я наполнялся страхом Божьим. Примерно лет 20 назад я имел благословение от Господа посетить церковь в городе Першатравенск, откуда наш старший епископ Андрей Георгиевич Тищенко. Там проходила конференция, которая называлась «Большая церковь в маленьком городе». И проповедовал на этой конференции Кент Маттокс, проповедник из США. Он в свое время был в служении известного евангелиста Бенни Хина. И я прекрасно помню, спустя 20 лет, о чем он проповедовал. Это слово очень глубоко коснулось моего сердца. Он говорил о присутствии Божьем. Вы знаете, я принял эту веру, я ухватился за это. Но он говорил такие слова во время служения. Вы сейчас приехали сюда, и вы можете что-то новое узнать. Вы можете от Господа что-то получить, получить исцеление, или, может быть, освободиться от бесов, или еще что-то, и поехать до мной. Но намного лучше, если вы здесь переживете встречу с Богом. И поедете домой в присутствии Божьем. И будете в присутствии Божьем возрастать, развивать отношения с Господом. Вы знаете, в какой-то момент служения он просто остановился. Тогда играло, прославление подыгрывало. Он просто остановился. Я уловил этот момент. Что-то произошло. И он просто сказал, я хочу, чтобы сейчас стала полная тишина в зале. Он сказал прославление, остановитесь, не надо играть. Он сказал переводчику, стоп, не надо переводить. Он просто остановился. И он на английском языке пару раз спел простые слова. Что-то типа, Иисус, я люблю тебя. Вы знаете, он один раз спел, второй раз спел. И я почувствовал, словно на весь зал опустилась какая-то невидимая перина. Божье присутствие, оно просто сошло на весь зал. И я пережил очень сильный трепет и благоговение. Я наклонил свою голову так низко, что прямо на колени опустили. У меня было такое ощущение, словно невидимая перина, она просто висит у меня над головой, словно Божье присутствие, оно просто покрывает меня. И по всему залу люди стали плакать. Я услышал, как то в одном месте, то в другом месте бесы из людей стали выходить. Люди стали освобождаться. Но что я хочу отметить в этом моменте, который я имел благословение от Бога пережить. На меня сошел страх Божий. Я подумал, если я сейчас еще немножко подниму голову, то я стукнусь в Бога. Ну, я это говорю так, своими человеческими словами. Знаете, я просто делюсь своими ощущениями. И то, что я ощущал, это страх Господень. Возлюбленные братья и сестры, не существует Божьего присутствия. Человек, оказываясь в присутствии Божьем, он обязательно будет переживать страх Господень. Страх Божий. Не пугайтесь этого слова «страх», потому что слово «страх» в сочетании со словом «Господень» имеет одно из двух значений. Одно из двух значений. Одно значение – страх, а второе значение – благоговение. И каждый раз, когда люди были в Божьем присутствии, Библия описывает, что они переживали сильное благоговение перед Богом, сильный трепет. Они ощущали почтение. Наверное, было бы более правильно так это описать. Люди трепетали перед Богом. Это не тот страх, который порабощает. Библия говорит, что есть другой вид страха. И, наверное, мы с вами знакомы, существует демонический страх. Страх Божий, он не такой, как демонический. Это не тот страх, который сковывает тебя, связывает тебя. Страх Божий – это не тот страх, который тебя мучает. И ты из-за этого страдаешь. Бог через апостола Павла говорит нам, что Бог дал нам не дух боязни, страха, но дух силы, любви и целомудрия. Аминь. Но демонический дух, о котором говорит апостол Павел, он людей мучает. Люди страдают из-за этого. Они переживают стресс. У них негативные эмоции. Их трусит из-за этого. Но когда ты переживаешь страх Божий, ты благоговеешь перед Богом. Ты трепещешь перед Богом. Этот страх не разрушает тебя. Этот страх тебя исцеляет. Этот страх тебя ведет в Божье присутствие. Очищает тебя. Аминь. Возлюбленные, братья и сестры, нам важно иметь страх Господень. Однажды мне довелось встретиться с духом страха в одном человеке, и я изгнал его. Как-то мы с друзьями гуляли по лесу, и одна девушка, которая была в нашей компании, она увидела змею. Маленькая змея переползала через дорогу, по которой мы шли, через тропинку. И когда она ее увидела, она стала кричать. И я поначалу подумал, что это просто обыкновенно так люди кричат. Но когда я повернулся и посмотрел в ее глаза, я увидел, что она полностью потеряла контроль над собой. Она полностью потеряла контроль. Этот нечистый дух страха возобладал ей. Существует дух страха. И она кричала, и она не могла с собой совладать. И я помолился, выгнал из нее бесов. Я вначале пообщался и узнал, что у нее всегда такая реакция на змеи. Когда она видела змею, у нее подходил, подкатывал приступ вот этой паники, потеря контроля. Когда мы выгнали змей, мы пошли в террариум, там, где змей. И она абсолютно свободно, комфортно себя чувствовала, смотрела на змей. И благодарение Господа Иисусу Христу у нее не было этого страха. Я не могу на 100% утверждать, это просто мои человеческие умозаключения. Наверное, существует обычный страх человеческий, который из нашего опыта, когда мы, ну, к примеру, там человек упал, и он боится упасть, или там, допустим, прыгнуть с парашютом, или страх высоты. Бывает такой страх, но это не подобен страху Божьему. Библия также говорит, что есть страх людей, когда люди боятся людей. Но страх Божий не такой. Страх Божий, он не разрушает нас, он созидает нас. Страх Божий, он приводит нас в почтение к нашему Богу. Возлюбленные братья и сестры, это то, что необходимо каждому из нас, и нам необходимо этот страх Божий развивать. Вы знаете, в церквах проповедуют разные истины, и мы у нас слышали истины библейские, я проповедовал о Божьей любви. Аминь. Помните проповеди? О любви Агаппы, о Божьем виде любви. Проповедовал о благодати, и мы все с вами верим, что наш Бог благой. Аминь. Аминь. Мы все с вами верим и знаем Бога, который является нашим небесным Отцом. Иисус нам его открывает, Он говорит, «Ава, Отче». Слово «Ава» обозначает «Папа». И вы знаете, мне доводилось встречать даже целые церковные учения, что Он благ, Он наш Папочка, Он нас любит. И люди все остальные вещи оставляют, ну как бы на второй план отводят. Но позвольте сказать, Богопознание возможно, когда мы изучаем все истины. Если мы возьмем одну истину и доведем ее до крайности, мы с вами можем впасть в заблуждение, в обман. Апостол Павел об этом говорит в послании к Оринфянам. Он говорит, «Люди, зная, что Бог благ, извращают благодать Божью». И люди думают, «Мой Бог благой, значит, я могу делать что угодно, Он меня все равно прости. Мой Бог любит меня. Это истина. Значит, Он меня все равно примет. Значит, все равно я смогу избежать наказания. Он меня простит. Он такой хороший. Некоторые говорят, «Он такой, он такой, он такой, он такой». Он папочка. Плюшевый мишка. Какой образ Бога у нас? Мы можем увидеть образ Бога, изучая всю Библию. Нельзя выделить что-то одно. Вот висят разные картины, вы видите, по всему залу. И существует такая вещь, пазл. Знаете, картина составляется из пазлов. Каждая истина, она нам показывает какие-то качества Бога. Но если мы один пазл уберем, картина уже будет неполной. Страх Божий, он дополняет эту картину. Аминь. Бог любит нас. Он благой. Он наш Небесный Отец. Но позвольте вам сказать, в то же самое время Библия говорит, что Он судья строгий. Он судья праведный. Библия говорит, Он строго взыскивающий каждый день. Он любящий Отец. Но также Его качество. Бог строгий. Скажи своему ближнему, Бог строгий. Бог строгий. Не всегда христиане хотят это слышать. Мы не хотим видеть строгость Божию. Мы хотим видеть любовь Божию. Разве не так? Но истина, которую нам открывает Библия, заключается в том, что Бог так же строгий. Аминь. Даже более того скажу. Он наказывает. Библия говорит, Бог наш любящий Небесный Отец. Но Он наказывает. Бог говорит, я прощаю ваши грехи. Я прощаю вашу вину. Но я не оставлю без наказания. Он говорит, любимая моя дочка, любимый мой сынок, ты провинился? Да, Господь, прости. Господь говорит, я тебя люблю, я тебя прощаю. Иди, ложись поперек кровати. Мы, наверное, все с вами видели родителей или были в роли родителей, которые, когда дети балуются, берем ремень, ребеночка на колено, Библия говорит, кого любит, тому наказывает. Разве не так? У нас должен быть правильный образ Бога. Мы не должны к этому относиться, знаете, как-то легкомысленно, фамильярно. Когда люди оказываются в Божьем присутствии, об этом говорит Библия, они были в трепете. Когда пророк Исаия, подумайте, это пророк, человек, который очень близко знал Бога. Когда он оказался в Божьем присутствии, он завопил. Горе мне, погиб я. Для человека с нечистыми устами. Когда Моисей оказался в Божьем присутствии, он сказал, я в страхе и трепете. Возлюбленные братья и сестры, нам также необходимо иметь страх Господень. Аминь. Мы должны заботиться об этом. У нас должен быть образ правиле, наш Бог также судья. И наш Бог, Он строгий. Аминь. В книге пророка Исаия, 11 главе, с 1 по 3 стих, говорится пророческое описание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И там сказано, что произойдет отрасль от корня Иисеева. Отрасль это так назван Мессия, Иисус. Произойдет, подчьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и ведения, Дух разума и света, крепости и благочестия. И знаете, что там дальше сказано в 3 стихе? Страхом Господним исполнится. Послушайте, на Иисусе был страх Господень. Позвольте вам сказать, если это было хорошо для Иисуса, если это было полезно для Иисуса, значит это так же хорошо и для тебя. Это полезно для тебя, скажи своему ближнему. Для тебя хорошо и полезно исполнится страхом Господнем. Любимые братья и сестры, еще раз, на Иисусе был страх Господень. Мы тоже нуждаемся в страхе Господнем. Это будет неправильно, если наш Господь и Спаситель имел страх Господень, а у нас страха Господнего не будет. Сын Божий имел страх Господень, когда ходил по этой земле. Позвольте вам сказать, первоапостольская церковь, она ходила по земле, имея страх Господень. Деяние 9 глава, 31 стих. Написано, что церковь ходила в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого росла. Я верю, что это также актуально и нам. Наблюдая, я пришел к выводу, мы очень нуждаемся в том, чтобы иметь страх Господень. Если первоапостольская церковь ходила в страхе Божьем, апостолы ходили в страхе Божьем, мы с вами тоже в этом нуждаемся. Это значит, что у нас чего-то будет недоставать. Если у нас с вами не будет страха Господнего, значит, мы чего-то будем лишены. Слышите? Может быть, не очень приятная и популярная тема, вы так сидите, серьезно на меня смотрите. Но это серьезная, действительно, и важная тема. Мы нуждаемся, если у нас не будет страха Господнего, значит, нам чего-то будет недоставать. Значит, мы в какой-то мере будем неполноценны. Нам нужен страх Господень. Мы должны заботиться об этом, поэтому сегодня мы об этом будем говорить. Сегодня мы об этом будем говорить. Аминь. И современная церковь как никогда нуждается в страхе Божьем. Знаете, мы должны иметь это благоговение перед Господом, трепет перед Господом, почтение перед Господом. Нам всем этого очень недостает. Я сам лично нуждаюсь в этом, и я хочу иметь больше страха Божьего, потому что это благословит меня. Я желаю каждому из вас иметь страх Господень, потому что это будет благословением для тебя. Страх Господень не несет в нашу жизнь что-то плохое. Благоговение и почтение и трепет по отношению к Господу нас благоставляет, нас созидает, несет в нашу жизнь благо. Аминь. Я сегодня вижу, как очень много верующих людей, они фамильярны по отношению к Богу. Как это можно увидеть? Если посмотреть на твое отношение к молитве, я иногда вижу, как верующие люди, они высмеивают прославление, критикуют, как кто-то поклоняется или прославляет, или молитву, пренебрегают Божьим Словом. Я это говорю ни в коем случае, чтобы кого-то покритиковать или осудить. Я это говорю как пример, чтобы каждый из нас посмотрел в свое сердце и себе честно признался. Если у меня в сердце почтение, если у меня этого не достает, значит, вот, это показывает, что мне это нужно развивать. Если у нас есть страх Господень, мы с вами будем трепетать перед Его Словом. Что Библия говорит? Бог сказал, вот, на кого я презрю. То есть, на кого я буду смотреть, к кому я буду относиться? На того, кто трепещет перед Словом Моим. Слышите, это и есть страх Господень. Твое почтение к Богу, это твое почтение к Его словам, к тому, что Он сказал. Как ты относишься к тому, что Он говорит, это то, как ты относишься к Нему. Ты не можешь сказать, а, я отношусь с пренебрежением к Его словам, но Его я почитаю, Его я уважаю, Его я боюсь, а Его слова, там мало ли, что Он там сказал. Нельзя так. Слышите, нельзя так. Страх Господень, это твое почтение к Слову Божьему. Ответь сам себе на вопрос, как ты относишься к Слову Божьему. Мы здесь все с вами хорошо выглядим, улыбаемся, улыбнитесь ближним и своему. Мы можем казаться правильными, у нас Библии лежат, да, это замечательно, ходи в Дом Божий с Библией, но никто не видит, что ты делаешь дома в течение недели. Вы не знаете, что я делаю дома, и как я себя веду, когда никто из вас меня не видит. Но страх Божий, он тебя будет побуждать, он будет тебя влечь, жить правильно, поступать правильно, потому что ты понимаешь, тебя никто из людей не видит, но есть тот, кто тебя видит, есть тот, кто на тебя смотрит. Когда никто не видит, он видит тебя, он слышит тебя. Что сказал Иисус? Нет абсолютно ничего тайного, что не стало бы явным. Подумайте об этом. Я часто об этом думаю. Я думаю, вот я что-то сделал, никто меня не видел. А потом мне приходит это местописание на ум. Я думаю, Боже мой, все узнают, ааа, Господь, прости, 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 прости. И приходит покаяние. Страх Господень, Он будет хранить нас от зла, от греха. Люди фамильярно сегодня относятся к Богу. Множество христиан, они меняют Бога на работу. Я не против работы ни в коем случае. Но, к сожалению, я знаю множество людей, я уже не раз приводил этот пример, когда люди едут на заработки и потом оставляют Бога. Боже, сохрани, как говорит Аня. Боже, сохрани. Сохрани Господь. Как мы относимся к молитве, если у нас страх Господень? Как мы молимся, это показывает, если у нас страх Господень? Как мы поклоняемся, это показывает? Опять-таки, возлюбленные братья и сестры, я ни в коем случае не хочу никого из вас оскорбить или обидеть. Но, когда идет поклонение, надо поклоняться и отдаваться всецело поклонению. Не заниматься важными вопросами, как говорит наш старший пископ. В этот момент кто-то звонит и берешь трубку. А, да, тебе звонит президент правления планеты Земля. Обязательно ответить, надо решить какие-то глобальные вопросы. Эй, отдели время для Господа. Имей страх Господень. Если ты идешь в дом Божий, если ты идешь в Божье присутствие, если ты поклоняешься и поешь Ему, оставь другие дела. Просто отодвинь. Потом, когда закончится поклонение, тогда решай свои дела. Аминь. У нас не должно быть фамильярности. У меня, я, я, утрирую, но мне кажется, некоторые люди приходят к Богу и говорят, эй, старик там на небе с бородой, это я, Богдан из города Харькова, как у тебя, все нормально, я у меня тоже, ну я пошел. Это не почтение. У нас должен быть страх Господень. Присутствие Божьей есть там, где есть страх Господень. Это трепет перед Богом, это почтение к Богу. Аминь. В современной церкви необходим страх Господень. Экклезиаст книга Экклезиаста написана Соломоном. И начиная эту книгу Соломон писал «Я имел великую мудрость». Библия говорит, что он был самым мудрым человеком на планете Земля. И он решил поставить эксперимент. Он решил испытать все возможные дела. Он пил, он ел, он освещал себя разными развлечениями, разными благами. Он себе завел тысячу жен. Ну, не тысячу, там было 300 и 700. Наложницы и жены. Зачем ему столько? Как он мог всем время уделять? Представляете, тысячу женщин. Зачем? Но он решил испытать, удовольствием себя наполнить. И он испытывал, испытывал, испытывал. И он подводит интересный итог своему эксперименту. Он регулярно говорил такие слова. Суета. Наслаждение едой – суета. Наслаждение вином – суета. Наслаждение женщинами – суета. И в конце своей книги он говорит очень важные слова. Когда самый мудрый человек, испытавший очень многое, что-то говорит, будь внимательным. Скажи своему ближнему, будь внимательным. Будь внимательным. Слова самого умного человека. Когда самый умный человек говорит, нам лучше прислушаться. Смотрите, что сказал Соломон. Выслушаем сущность всего. Он подводит итог. Он говорит, вот в чем смысл, по-настоящему смысл. Бойся Бога. Скажи своему ближнему, бойся Бога. Вы только вдумайтесь, самый богатый человек на земле, самый мудрый человек на земле имел несметные сокровища, много женщин, богатства, удовольствия. И он сказал, все это пустое. Скажи, все это пустое. И Соломон говорит, самое главное, вот в чем смысл всей жизни. Бойся Бога, бойся Бога, бойся Бога, потому что в этом есть большое благословение, великое благословение. И дальше он продолжает, и заповеди его соблюдая. Потому что в этом все для человека. Возлюбленные братья и сестры, все, что есть для нас благого у Господа, оно сокрыто в этом. Жить по Слову Божьему и бояться Бога. Недостаточно только чего-то одного. Нам необходимо бояться Господа и исполнять Его Слово. Аминь. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Слышите? Все, абсолютно все, что мы с вами делаем, хорошее, плохое, все будет на суде взвешиваться. Апостол Павел говорит, всем нам должно явиться на судилище Христово. Поэтому нам необходимо бояться Господа, иметь трепет перед Ним, благоговение перед Ним. В другом месте Соломон говорит очень важные слова. Это поручение для нашей жизни. Книга притчей, 23 глава, притчи 23, 17-18 стих. Здесь сказаны такие слова. Да не завидует сердце твое грешникам, но да прибудет оно во все дни в страхе Господнем. Во все дни. Это значит, что значит да прибудет оно? Да прибудет, это значит, что страх Божий постоянно должен быть в нашем сердце. Уважительное отношение к Богу, трепет перед Богом, благоговение перед Богом, почтение к Богу никогда не должно покидать наше сердце. Аминь. И дальше Соломон продолжает. Потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна. Посмотрите, какое хорошее благословение у Бога есть для тех, кто хранит страх Господень в своем сердце. У Бога для тебя будущность. Слышите? Мы нуждаемся постоянно, чтобы Господь вступался. Мы не знаем, что нам принесет завтрашний день. Здесь кто-нибудь, кто знает, что принесет завтрашний день? Что завтра будет? Никто не знает, да? Ты живешь раз и произошло событие. Но если у тебя есть страх Господень, Господь за тебя. Аминь. И Господь вступится. И у Бога для тебя будущее. Аминь. Иеремия 29, который уже вспоминал, 11 стих, там сказано, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь. У Бога для нас будущность. Божьи планы для нашей жизни осуществляться, но есть условия, при которых они осуществляться, если мы будем почитать нашего Бога превыше всего. Аминь. Превыше денег. Аминь. Давайте еще посмотрим. Мы сегодня будем много открывать мест Писания. Псалом 18, 10. Псалом 18, 10. Там сказано, страх Господень чист. Возлюбленные братья и сестры, страх Господень нас очищает, освящает, хранит в святости. Если у тебя есть страх Господень, Он будет тебя сохранять, чтобы ты не грешил. К тебе придет мысль какая-то от лукавого. Ко всем приходят мысли от лукавого. Слышите? Ко всем. Но если у тебя есть трепет и почтение перед Богом, ты подумаешь, это неправильно, это неправильно, я не буду этого делать. Но мы должны развивать это. Мы должны посвятить себя этому. Аминь. Притча 16 глава 6 стих. Притча 16-6. Сказаны замечательные слова. Страх Господень отводит от зла. Кто из вас хотел бы, чтобы страх Господень вас отвел от зла, чтобы зло не пришло в вашу жизнь, чтобы оно прошло мимо? Я хочу. Я не хочу, чтобы зло пришло в мою жизнь. Я хочу, чтобы оно мимо меня прошло. Позвольте привести вам одну историю из Библии. Был человек Яков, хорошо вам известный, сын Исаака, внук Авраама. Он сбежал от брата своего Исаава к дяде Лавану. И он пришел к нему практически с пустыми руками. Он женился на двух его дочерях. У него там родились дети. И Бог благословил его, что он приобрел много-много скота. И в определенный момент он ушел от Лавана. И что произошло? Кто помнит? Он ушел не с пустыми руками. Да, он взял жен своих, детей своих, стада свое имущество свое и ушел. И Лаван, когда узнал, что Иаков ушел, он погнался за ним. Он очень сильно разозлился. Он взял всех своих родственников, вооружился, и у него на сердце было причинить зло. Это место, говорит, страх Господень отводит от зла. Но знаете что? Благодаря тому, что Иаков боялся Бога, почитал Бога, трепетал перед Богом, Бог пришел и сказал ему, смотри, не говори ему ничего плохого, не делай ему никакого зла. И страх сошел на Лавана. Страх Господень. Лаван пришел к Иакову и говорит, у меня в руках, у меня есть сила сделать тебе зло. Это значит, что у него были люди, было оружие. Я не знаю, какое зло. Может быть, он бы просто побил бы Иакова, забрал все его имущество и ушел. А может даже убил бы его. Но благодаря страху Господнему Лаван не причинил зла Иакову. Благодаря страху Господнему сам Лаван не согрешил, не пролил крови. Вот что такое страх Господень. В другом месте Библия говорит, когда народ Израиля вышел из Египта и шел в обетованную землю, страх Господень был на народе Израиля и на окрестных народах враждебных и написано они услышали что Бог сделал, как он уничтожил армию фараона, фараона уничтожил. Судами поразил Египет и египтяне страдали, умерли первенцы, были катаклизмы в Египте. Написано напал страх на окружающие народы и они боялись что-либо сделать Израилю, выступить против них, воевать против них. Вот результат страха Господня. Если ты будешь бояться Бога, в первую очередь его бояться, трепетать перед ним, благоговеть перед ним, ставишь, если ты поставишь его на первое место, зло тебя обойдет стороной. Слышите? Зло тебя обойдет стороной. Аминь. Страх Господень отводит от зла. Давайте еще посмотрим. Еще посмотрим. Притча 19 глава 23 стих. Перечитайте дома притчи. Я вам поручил, когда у нас проходила тема мудрости, кто-нибудь из вас прочитал книгу притчи? 19 23 Страх Господень ведет к жизни. Кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Это удивительные слова, замечательные слова. Всегда будет доволен. Знаете, я верующий человек, я верю в Бога, я верю в Его Слово. Ну, подумайте, пожалуйста, над этими словами. Всегда будет доволен. Но как-то даже сложно поверить в это. Нет? Всегда ты. Кому-то легко поверить, слава Богу. Ты проходишь через разные обстоятельства, и Библия говорит, ты всегда будешь доволен. Послушайте, я думаю, что это возможно только тогда, когда ты действительно трепещешь перед Богом. Это состояние нашего сердца. Это наше отношение к Богу. Иметь страх Божий, это наше отношение к Богу. Отношение почтения, состояние нашего сердца. Какое наше сердце. Аминь. Давайте также еще посмотрим притчи 14.2. В притчах много говорится о состоянии.